Уважаемые председатели, коллеги, повторное облучение рецидивных опухолей, в данном случае речь идет о плоскокляточном раке головы и шеи, безусловно, это интересная проблема. Ну, вы прекрасно знаете, что именно местный регионарный рецидив, основное управление недачи, собственно, об этом уже было и в предыдущей докладах говорилось. Большинство рецидивов развиваются в ближайшие сроки, отсюда проблема повторного облучения. В зонах предыдущего облучения, да, в стандарте оперативное вмешательство, но только можно провести меньшинству. По поводу самостоятельной химиотерапии, вы видите, результаты крайне нехороши, соответственно, остается, ну, радикально оперативное вмешательство тоже, видите, как много рецидивов, если ничего не добавлять. Ну, а если добавлять химиолучевую терапию, проблема токсичности. То есть, наш метод как бы напрашивается, но много осложнений и вот кровотечений. Ну, не так страшно, это все-таки больше при стереотаксе, не очень адекватных режимах. В принципе, порядка 4% это величина, но она есть. В критерии отбора довольно много разных стандартов, ну, в данном случае, то, что говорят американская панель экспертов на эту тему, ну, в общем-то, они друг друга во многом повторяют, что да, это должен быть крупный центр, мультидисциплинарный подход, потому что надо справиться с сложностью и токсичностью в лечении. Мы должны оценить ряд факторов, ну, по Корновскому, как правило, все-таки 70 и выше, посмотреть, что там по последствиям предыдущего лечения, естественно, не должно быть удаленных метастазов, но и в целом мы должны определиться, есть ли выгода от этого лечения, потому что именно отбор пациентов будет тут ключевым фактором. По выживаемости. Вы видите, что двухлетняя общая выживаемость при хорошо удобранных группах пациентов достаточно высока и превышает 50% как при комфорном облучении, так и при стереотоксическом облучении. В то же время вот разброс параметров ровно об этом говорит, что надо очень ответственно подходить к тому, кого мы берем на это лечение. Да, вот благоприятные факторы прогноза, то есть если ты удалил основной объем опухоли, локализация, ну, вот здесь как раз носоглотка, благоприятная история, гортань, поражение рецидива в области шеи. Естественно, чем больше интервал, тем больше наши возможности. Если речь идет о рецидивной опухоли, да, прогноз резистентности ее вышел хуже, чем если развелась в тех же полях вторая опухоль. Мы посмотрели это морфологически. Здесь очень хорошо работает соотношение дозы-эффект. Чем больше доза, тем больше эффект, ну, естественно, больше осложнений. Принципиальная история – это размер опухоли, связан с этим объемом повторного облучения, ну, и ряд других параметров. Факторы риск обоченных эффектов, ну, понятны они. Это суммарная доза, как всегда, мы должны пройти по этой грани. Одновременно химиотерапия, потому что она существенно повышает эффективность, но при этом и резко повышает, уже вы видели эти цифры, токсичность лечения. То есть к ней надо относиться достаточно осторожно. Вот вовлечение слизистой изъявления, режимы фракционирования. Все-таки режимы гипофракционирования, они несут в себе достаточно большие риски, хотя и сопряжены с определенными выгодами, в плане особенностей токсического облучения. Естественно, это объема повторного облучения, другие параметры. Если говорить о рисках кровотечения, то хуже всего ситуация, если у кухолепроста двуточных карманов или рваные отверстия, ну, понятно, суммарная доза, особенно принципиально высокоразовая доза для стереотоксического облучения ради хирургии, ну, и ряд других параметров, связанных с вовлечением сонной артерии, слизистых режимов фракционирования и сопутствующими заболеваниями. По повторному облучению здесь все-таки вот серьезный вопрос – это отступ. В ртуговских протоколах всюду отступ 2 сантиметра. Если посмотреть то, что делается в мире, на эту тему довольно много занимается в мире, то, как правило, все-таки это полтора сантиметра. 1,3-1,5. Вот есть работы, где пытались, особенно для режимов жесткого гипофракционирования, связанных с стереотоксическим облучением, характерно попытка, естественно, сократить объем. Сократив отступы, то здесь очень много повторных рецидивов. Но сейчас ситуация меняется в положительную сторону. Если у вас есть ПЭТ, то при наличии ПЭТ отступом считается достаточным 5 мм. И есть неплохие работы, подтверждает. Но тут сложность, конечно, с социальным статусом таких пациентов. С ними довольно сложно, чтобы у нас пока откладная история. Но все же. По дозам. Как правило, если облучать, то эта доза должна быть не менее проконформной, говорим, терапией, не менее 50 грей, все-таки стремятся большинство исследователей подвести дозу 60 и больше. Чаще всего используются режимы стандартного фракционирования. Просто они легче переносятся. Вы видите, до 1% смерти в процессе лечения. Если используются ускоренно-фракционирование, то эта цифра может ухудшиться на порядок. Притом, даже если вы используете ускоренно-фракционирование с гиперфракционированием, ну, в данном случае, 1,5 плюс 1,5 было с агрессивной химиотерапией, то много перерывов, общее время увеличивается, и толку от этого не так много. Поэтому рекомендуют, если уж проводить, то снижать дозу препаратов при химия-лучевой терапии. Ну, и, может быть, вообще все-таки воздержаться в проведении химиотерапии. По поводу АМРТ, ну, на эту тему с утра уже достаточно говорилось, что да, фактически это 2007 года работа ЛИИ, которая впервые продемонстрировала, что АМРТ работащая вещь. Двухлетняя выживаемость при использовании АМРТ была достоверно выше, чем при 3D. И с тех пор, в общем-то, это уже стало общим местом. По поводу стереотаксиса, да, вот на первом этапе использования было много проблем, связанных именно с кровотечениями. У всех случаев были хорошие локальные результаты, но достаточно много осложнений, и не всегда увеличивалась общая выживаемость. Сейчас все-таки уже осмыслив тот опыт, который есть. В мире довольно активно занимаются стереотоксическим облучением, и за этим действительно есть будущее. Следующий вопрос, возникающий здесь, это близость спинного мозга при многих локализациях опыль-хо-процесса. Сколько уж можем дать всего суммарно? В принципе, толерантность, вы знаете, 50 грей. Тут есть разные подходы. Ряд авторов считает, что кумулятивная СОЗа 2 курса должна не превышать 60. Другие исходят, ну, было довольно много на макаках резус исследований, которые вообще говорят, что в течение трех лет чуть ли не все восстанавливается, толерантность. Ну, вот есть компромиссный вариант, что репарация до 50% при интервале более года, и отсюда, соответственно, половину от предыдущей дозы, и суммируем, чтобы получить что-то, какую-то величину. Ну, нужно отметить, что на самом деле во всех работах развития мелопатии редкость, менее 1%. Поэтому, конечно, это надо принимать во внимание, но тут не так уж сильно можем этого бояться. Вот в качестве конкретного примера, там просто было много уже результатов, я даже, видите, не всюду ссылки давал, потому что слишком много бы затруднил восприятие. Если кому интересно, да, несложные ли ссылки. По повторному облучению достаточно свежая работа из MD Anderson Cancer Center. Вы видите, более 200 больных, большинство с плосколесочным раком, более половины была одновременно химиотерапия, химиотерапия как этап лечения, все-таки чаще тут они одновременно использовали. Обратите внимание, что крупный центр, а 200 с небольшим человек за 15 лет. То есть вот они как раз очень тщательно отбирали больных. При этом вы видите 5-летний мистер регионарный контроль более половины больных, в общем, уважаю, 32. Ну, это именно для плоскоплечечного рака, что является предметом. Благоприятные протестические признаки для операции. Ну, понятно, это нет экстрактивного роста, если области шеи, рецидивы. Ну, у нас оглотка, понятная история. Тут на эту тему очень много сейчас исследований по повторному облучению. Это интересно. Благодарная, в общем, потенциальная история. И полный ответ после индукционной химиотерапии. Но вот ровно о том же, что да, мы сейчас можем добиваться неплохих результатов, но проблемы токсичности. Вы видите, что у третьей больных через 2 года были осложнения ГРАИ-3 и более. А те, кто пережил 5 лет, половина больных была с тяжелыми осложнениями. То есть пока с этим не удается справиться. Ну, и факторы риска токсичности – это объем облучения больше 50 кубических сантиметров и конкурирующая химиотерапия. При этом вот для маленьких объемов облучения нет токсичности, и здесь как раз этим можно активно заниматься. Немножко здесь уже о собственных результатах, я имею в виду нашего центра. Это результаты предыдущих лет, когда использовалось конвенциональное облучение, то есть 2D-планирование. И здесь оказалось, ну вот на примере рака ордания, рецидива, что да, эскалация дозы штука работающая, но в принципе именно для двухмерного планирования пороговой дозой является 50 ГРАИ. Дальнейшая эскалация дозы растут в повреждении, эффективность, к сожалению, нет. По методам, да, лучевая и химия лучевая в обычных режимах не сильно отличались, химиотерапия не работала. Если говорить о любопытных историях, ну вот интератуморальная химиотерапия при лечении операбельных метастазов в гортане, достаточно работающая вещь, возможно, к этому. Вот по стереотоксическому я немножко коснулся, а сейчас достаточно активно дискутируется и уже много на эту тему исследований, касающихся протонной терапии. Прежде всего, немножко по ионам углерода. Но проблема, ну, я не приводил результатов ровно потому, что эти исследования только-только набираются. То есть там, как правило, ближайшие результаты и непосредственно эффективность. Поэтому пока про это рано говорить. Но вот у нас небольшой, собственно, опыт. Это прежние годы, когда мы работали на реакторе БР-10 и сотрудничали с дубной. Вы видите, что любые варианты адронного лечения, да, они дают выигрыш. Особенно, конечно, хорошо протоны нет, поздних местных лучевых повреждений. На эту тему сейчас мы активно занимаемся. В нашем распоряжении появился вот протонный комплекс «Прометеус», который пока предназначен именно для лечения опухоли головы и шеи. Активный сканирующий пучок. Есть возможность лечения подконтрольным образом. То есть здесь, как бы, ну, довольно перспективно это для использования. Ну, пока результаты говорить рано. Только мы начали, результат, в общем-то, это в пределах полугода. Ну, вот просто один конкретный пример. Вы видите, больная с миндалиной, Т1Н3, химия лучевая, диссекция, рецидив. Протонная терапия, здесь физическая доза указана. И неплохой непосредственный эффект. Ну, посмотрим, то есть эта группа набирается, что будет дальше. Что хотелось бы сказать в заключении. Да, ну, прежде всего, это, конечно, общее место, мультическлинарный подход. Да, стандарт хирургии. Ну, очень важная опция – это повторное облучение. Но при этом надо тщательно отбирать пациентов. Я там забыл упомянуть. И многие, больше не все, но многие, исключают курильщиков. Ну, допустим, стандарты Британской ассоциации, исключающие проведение повторного облучения, относятся именно к продолжению курения в том числе. По поводу химио-лучевой терапии – сложный вопрос. Все-таки сейчас, и мы пока склоняемся, что пока нет опыта, лучше все-таки это делать последовательно. Потому что, да, это интересно, но вот и так очень высокая токсичность, и скорее нужно подумать о том, как эскалировать дозу, тем более, если мы видим о радикальной дозе. Ну, вот, то есть это интересная опция, но пока она представляется все-таки достаточно сложной для использования. По поводу дозы – да, доза 60-грейболи. Ну, по поводу отступа, я уже говорил, что желательно, конечно, при наличии ПЭТа это можно сделать, но социальный статус пациентов таков, что не всегда, к сожалению, это дается сделать. По режиму фракционирования, да, не вызывает вопросов традиционное или гиперфракционирование с умеренной ускоренностью, ну, как правило, это не больше 1,2 и 1,2 с хорошим интервалом. В то же время оптимально, да, естественно, если речь идет о фотонах использования с модуляцией интенсивности пучка. В то же время, вот, как дальнейшее развитие перспективное это использование стереотоксического облучения, и, естественно, в этих случаях режимы будут использоваться и пофракционные, хотя там надо думать именно об объемах облучаемых горей. И да, представляется весьма перспективное использование протонной терапии, ну, естественно, уже в современных опциях, потому что там было, например, с утра доклад, я не стал комментировать по поводу того, что кибернож, там, лучше протонов для простоты. Ну, понятно, да, наверное, если у тебя протоны и пассивно-российный пучок, нет возможности контролировать положение мишени, ну, это сложно. Но сейчас, когда ситуация меняется, ну, на мой взгляд, это интересно. Спасибо большое, много уважаемый Игорь Александрович. Да, Сергей Васильевич, пожалуйста. Сергей Васильевич, если по программам изучения огромной автоматической зоны 62, какой минимальный интервал, вы считаете, вы работаете, перечислено, получаете, перечислено? Да, это вот интересная, действительно, история. И по нашему опыту сейчас мы все-таки берем это год. Хотя, в принципе, считается от 6 месяцев, но с другой стороны, если честно, душа не лежит, потому что если сейчас мы стремимся, вы видите, там, в режимах, если для протонов с уверенным гипофракционерным, выходить хотя бы на 55-56, я называю за эффективную дозу. Ну, пока опыта нет, мы 60 себе не позволяем, но то да. Поэтому полгода все-таки маловато. Год. Вот наше мнение, год, ну, больше понятно за счастье, но это редкость. Конечно, Сергей Васильевич. Смотрите, пожалуйста, а вот как вы считаете, что протоны дадут невозможность использовать вот этот 60 грейд, в общем-то, благодаря использованию протонов? Или на это... Нет, да, да, дадут. Это просто мы достаточно консервативны, потому что нет собственного опыта. Дают от 60 и более, я имею в виду, мировой, но у них нет результатов. То есть, я имею в виду, вот все, что сейчас с протонами делается, это как раз потому, что появился активный сканировочный пучок, вот, контроль положения мишени, и все работы... Их много по протонам. Но они все с результатами до года. То есть, не на что опереться. Поэтому мы начали очень консервативно, примерно от 56. Но если все будет нормально, как пока вот кажется, тогда, да, да, я думаю, безусловно, 60 и более. Потому что тут резкий выигрыш как раз вот по вот этой рассеянной дозе, в отличие от АМРТ. Да. Сергей Иванович, пожалуйста. Интересное сообщение. Повторное получение. Вообще строго и ритуально нет рекомендаций. Нет. Нет, ну, вернее, вы видите, они есть общего совершенно порядка. Такой американцы. Если не трудно, давайте дослушаем. А, извините. Были ли у вас больни после полной дозы и частичной регрессии? Повторное получение. Нет. Спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Да. Да там ничего особенного. То есть, это все стандартные истории. То есть, санация ротовой полости, профилактика, фактически, там, все эти мероприятия полоскания и т.д. и т.п. Нет. Каких-то особенностей здесь у нас нет. Хотя, на самом деле, вот, я думаю, что вот на эту тему надо всерьез подумать. Тут, скорее, надо кого-то со стороны привлекать, а медведь, специалистов по сопроводительной терапии. Потому что здесь очень большой потенциал для выигрыша. Это, безусловно, вы правы. Спасибо. Еще? Да, пожалуйста. Спасибо большое. Очень интересный доклад. Скажите, пожалуйста, вы упомянули, что при стереотаксисе действительно мы не можем толсту более 5 мм, потому что весь цинус, так сказать, стереотаксиса теряется. И разница объемов, которые могли бы быть объектом для стереотоксической лучевой терапии и дистанционной лучевой терапии в классическом режиме в качестве повторного курса. Какая, на ваш взгляд, грань в размере, я имею в виду разницу, какой размер будет служить условно рубежом между показанием стереотаксису и протонной, ну и протонной или любой другой дистанционной лучевой терапии в классическом режиме? Поскольку опыта в стереотаксическом фотонном получении собственно у нас нет, я бы не готов был на эту тему ответить, потому что, вот еще раз повторюсь, собственного опыта нет. А литературная история – это немножко другое, согласитесь, то, что ты читал и так далее, смотрел. Принципиально, вот сейчас почему, вот еще повторюсь, вот эти результаты, вот ужасающие на самом деле, есть 15-17% кровотечений, были ровно тогда, когда вот начали стереотаксисом заниматься не очень думая, и вот при этих небольших ходствах 5 мм это ровно стереотаксис был. А сейчас уже, вот вы видите, там до 25 кубиков, то есть до 50, ну даже отсюда вы можете посмотреть, до 50 кубических сантиметров объем, 25 – идеальная история, и PET. То есть, естественно, если у вас PET, то вы можете резко сократить. То есть, на мой взгляд, стереотаксис имеет хорошие перспективы, но при наличии PET, потому что в противном случае у вас будут большие сложности, вот так, на вскину. То есть, как таково, вот такой все-таки грани… Нет. Потому что для меня это тоже вопрос, я поэтому, собственно, и задаю. Как таковой грани… Нет, нет, мы уже говорили, что повторное облучение здесь все-таки на свой страх и риск. То есть, то, что мы говорим, это некие рамки, в которых свобода действия довольно велика, потому что пока вот таких серьезных, больших исследований нет. Ну, вы видите, даже серьезный центр, 15 лет, 200 больных. Я не говорю, что это мало, это очень много, но набор медленный. И вот сейчас, условно говоря, по протонной терапии я смотрел, ну, там 20-30 человек за пару лет набрали. Мало. Спасибо большое. Отсутствие Веры Алексеевны позволяет нам замучить окончательно, Игорь Александрович. Поэтому, если кто-то хочет, задать еще вопрос. Игорь Александрович, можно один вопрос? Попадались ли работы, связывающие эффективность повторного облучения с уровнем накопления при ПТВГ? Нет, не попадались. Спасибо.